Здравствуйте! В эфире программа «Время говорить» в студии Ирина Шилина. 30 сентября в эту субботу во Владивостоке состоится один из самых долгожданных, ярких и зрелищных забегов России – седьмой марафон «Мосты Владивостока». Он пройдет в рамках мероприятий федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» – национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Поддерживает мероприятия Агентства по туризму Приморского края, а проводит марафон «Беговой клуб РАН ДНС РАН». Генеральным партнером выступает группа компании «ДНС» при поддержке и согласовании Приморского правительства и администрации Владивостока. С нами в студии Ольга Гаева, директор «Бегового клуба РАН ДНС РАН», спортивный директор седьмого международного Владивостокского марафона. И Александрина Кучина, генеральный продюсер седьмого международного Владивостокского марафона. Девушки, здравствуйте. 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 Расскажите, пожалуйста, почему этот марафон называют визитной карточкой Владивостока? Ну, начнем с того, что это единственный марафон полноценный, 42 километра на Дальнем Востоке. У нас уникальная трасса, во-первых, она уникальна тем, что как раз мы таки бегаем по нашим визитным карточкам, нашим красивым мостам, русский и золотой, с финишем на центральной площади. И наш набор высоты уникален, 800 метров, общий набор высот – это достаточно такая нелегкая трасса в сравнении с другими марафонами России. Да, и мира, наверное. Расскажите, где будет проходить трасса, где старт, где финиш? У нас очень интересное расположение стартов и финиша, так как старты находятся в разных местах. У нас пять различных стартов на различных площадках и один финиш – это центральная площадь. То есть все бегут из разных мест, аккумулируются и финиш на центральную площадь. 42 километра и 21 у нас стартует с острова Русский, десятка стартует на развязке, где бархатная катерная. Пятерочка стартует район Чуркин, где магазин в Рэме находится, и все бегут на центральную площадь. Детская дистанция паралимпийская, они стартуют с финиша. У них дистанция один километр, поэтому они с финишной арки стартуют, 500 метров, разворот и в обратную сторону. Ну, то есть если с погодой повезет, то красивые пейзажи всем участникам гарантированы, да? Да, конечно же. Очень красивый вид на бухту, красиво пробежать по мостам, как сказала Александрина, действительно визитная карточка. И наш маршрут сертифицирован, АИМС – это международная ассоциация марафонов, что дает, опять-таки, определенный статус нашему мероприятию. И легкоатлеты, и бегуны, и участники в целом тоже стремятся участвовать именно в таких сертифицированных трассах на марафонах. Но вряд ли же участники успевают еще эти виды как-то зафиксировать? Или есть такие, что успевают и поснимать видеофото? Конечно, успевают и селфи сделать, и у нас там много фотографов на трассе стоит, что потом после мероприятия получается фотофиниш, и там можно себя увидеть и на трассе, и на старте, и на финише. Коптеры, наверное, будут? Ну, если будут разрешения, то, конечно, все будет. Какие предусмотрены дистанции? Детская интересуется, будет? Да, каждый год у нас есть детская дистанция 1 км, также паралимпийский забег 1 км, 5 км, 10 км, 21 км и марафон 42 км. Также командное участие предусмотрено, корпоративное. А вот интересно, возраст участников, то есть вот что показывает опыт? Кто эти люди? Ну, в целом у нас дети, понятно, это 6+, от 6 до 13 детские участия. А взрослые у нас нет такой границы, да, то есть самому возрастному участнику у нас 80, если не ошибиться, 89 лет. Да, но это паралимпийский участник, то есть он на коляске участвует, понятное дело, сопровождение. То есть в каком-то году были 92-93, это японские участники были, то есть да. Да, то есть тут предела нет, предела возможностям, предела возраста тоже нет, тут зависит все от подготовки, и спортом заниматься можно в любом возрасте абсолютно. Главное давать себе отчет своей физической подготовки, возможностях и, конечно, медицинский допуск. А вообще участников тестируют какие-то медицинские работники перед забегом? У нас допускаются участники только с медицинской справкой, которые прошли специальное медицинское обследование и предоставляют медицинскую справку о том, что они здоровы, о том, что они могут пробежать свою дистанцию. Насколько я знаю, еще в этом году будут какие-то новшества. Расскажите. Да, в этом году мы вернули эстафету, то есть она проводилась у нас в первый год марафона, и решили ее повторить, то есть его совершенствовать тем, что это 6 отрезков, которые могут пробежать командой, и в итоге у них будет 42 километра. Обычно тяжело пробежать одному человеку 42 километра, а тут мы решили так подбить, чтобы команда участвовала, каждый человек бежит свой отрезок, и в итоге у них получается 42,2 марафонская дистанция. На самом деле, как мы ввели, как апгрейдили эту историю в этом году, то мы лимитировали, конечно, количество эстафетных команд, чтобы посмотреть на спрос. Спрос есть, и, может быть, в следующем году даже увеличим лимит участвующих команд. То есть вы ее решили добавить, потому что люди хотят вот такого командного состязания? Или почему? Да, во-первых, это очень интересный формат участия, потому как, еще раз, одному сложно пробежать 42 километра командой легко, это такой тимбилдинг, то есть каждый в ответе за общий результат, и, конечно же, все стараются, это такая командная работа, и красивая медаль, которая из шести кусков получается в одну большую, то есть вот такая цель. Это такой интересный, соревновательный момент, и действительно, как тимбилдинг для компании. А вот интересно, ну это какие-то крупные корпорации, там, я не знаю, какие-то крупные компании, вот, хотят такого участия? Ну, заявиться могли абсолютно все, как можно было просто собрать свою команду, но у нас большее участие, конечно, это корпорации наши, также у нас управление спортом, собрали команду, да, и министерство спорта также собрали свою команду, то есть участвуют все, и правительство бежит, и бизнес. А, серьезно? Да. И депутаты бегут, и чиновники бегут. Конечно, все бегут. Чиновники бегут, и обычные люди бегут. Кстати, про участников. Сколько уже заявили о себе? Это только россияне или будут гости из других стран? Вот поподробнее. В этом году мы с вами поставили лимит 3500 участников, это больше, чем в том году на 1000 участников, и лимит исчерпан. То есть ажиотаж, мы сами приятно удивлены, но сколько вот мы заявили, столько у нас участников и есть. В этом году у нас 7 стран участвуют в нашем марафоне вместе с Россией. Это Индия, КНР, Республика Беларусь, Корея, Япония. И 43 региона субъекта Российской Федерации. Ну, это понятно, что весь Дальний Восточный Федеральный округ, это Москва, это Свердловская область, Красноярская область, Республика Комин. То есть, собственно, достаточно обширная география, и мы очень рады, что несмотря на ковидные какие-то времена, все равно марафон наш проходил. И когда не могли заявиться участники из других стран, то мы развивали и развиваем, продолжаем внутренний туризм российский. И марафон, прежде всего, это спортивный событий на туризм. То есть люди сюда приезжают, не просто поучаствовать в марафоне, посмотреть наш красивый город. Просто мы показываем себя, они приезжают посмотреть, познакомиться здесь с нашим красивым городом, с нашим марафоном. Собственно, наша цель вот такая, сплочение. Как интересно, то есть никакие политические моменты не мешают спортсменам, участникам из определенных юго-восточных стран к нам приехать и принять участие в этом состязании. Ну, наш марафон, чем еще уникален, что он находится на интерактивной квалификационной карте мира. Это у нас в России три марафона таких, московский марафон, питерский марафон, наш марафон. То есть это значит, что каждый участник, прежде чем поучаствовать в каком-то мейджор-большом марафоне, типа токийского, берлинского или нью-йоркского, должен помимо взноса набрать квалификационные баллы. И не все марафоны их дают, но наш марафон их предоставляет, поэтому это, опять же, спортивный событий на туризм. То есть они могут поучаствовать, добавить себе баллов, чтобы потом выиграть лотерею, участвовать в марафоне в крупном. Если кто-то еще не успел зарегистрироваться, есть возможность или уже все? По-моему, у нас уже все довольно разобрано. Да, там уже осталось буквально пару дней, поэтому, конечно, вряд ли. Полный солд-аут, поэтому только можно прийти поболеть. Солд-аут, продано. Про безопасность. Какие будут меры, организованные безопасности участников? Очень важный вопрос. Безопасность очень важная часть проведения любого мероприятия, спортивного, так тем более, потому как бежит большое количество человек. Как мы проговорили все с медицинским допуском. Для большего комфорта, конечно же, перекрытие маршрута, чтобы не было транспортных средств на маршруте марафона. Также кареты скорой помощи, которые будут курсировать на трассе, предоставляя при необходимости помощь. И наши маршалы, которые будут также курсировать по маршруту и реагировать на вызов участников. А кто такие маршалы? Маршалы – это специально обученные люди, специально гранитованные, специально умеющие оказать первую помощь. Они будут на велосипедах, в специальных жилетках. Это наш персонал. То есть доступ на трассу будет в специальной одежде, либо при наличии бейджа организатора, маршала, судей. Да, очень важно по безопасности сделать акцент по мостам. Гулять нельзя будет, нельзя будет пройти по мосту. То есть можно только пробежать участникам. Номер участников. Только, да, только у нас действительно будет стоять охрана. Охрана моста, охрана с нашей стороны, которая будет пропускать только с номером, аккредитованным на марафоне. А какой это временной промежуток? Со скольки до скольки? Получается, старт у нас в 8 утра. Первые 42-шники стартуют в 8 утра. И до 2 часов у нас будет просто веерное перекрытие маршрута и веерное открытие. Соответственно, в разных участках города это будет разный временной отрезок. Понятно. Но, скажем так, уже заключительное перекрытие какое время? Когда все откроется, наверное? Давайте разделим просто на два участка. Разделим, значит, остров Русский и материк. Остров Русский у нас перекрывается с 7.30 до 12.30. Это именно полоса выезда из острова. Въезд на остров будет открыт. Только лишь на 10 минут буквально его перекроют. Когда у нас стартуют 42-шники, они просто из тупика перебегают на другую полосу. Все. Все остальное время въезд на остров открыт. Выезд до 12.30. Также для жителей острова будет организован трансфер по перекрытию. То есть выброса с острова будет возможным. В определенное время. Да, в определенное время мы об этом времени заявим на сайте. Александрина, расскажите, для болельщиков как эта программа предусмотрена? Так как у нас продажи уже, в принципе, закрыты, но мы все равно всех ждем на наше мероприятие. Достаточно у нас крупное событие. Не просто марафон, но еще событие для города, для гостей города, для жителей города. Это праздник, да. То есть очень ценно было бы, чтобы у нас присутствовали болельщики, поддержка для наших бегунов. Потому что это очень круто, когда ты забегаешь в финиш, ты такой уставший, получаешь свою медаль, а тебя еще и поддерживают. Каждый год посещают нас болельщики. Конечно, в этом году мы тоже их ждем. В любом случае для участников организована будет своя программа. То есть это получение медалей и питание для участников. Для болельщиков тоже будет организован фудкортная линия, различные интерактивные зоны, где можно бы сфотографироваться, в каких-то конкурсах поучаствовать, призы выиграть. То есть, в принципе, будет интересно всем. И тем, кто прибежит, и тем, кто ожидает. То есть они заранее должны прибыть там по пункту какие-то будут, да? На центральной площади. Весь праздник на центральной площади, да. То есть у нас будет финиш специальной выгоражи для того, чтобы можно было в определенном месте встать, поболеть, встретить. То есть это уже будет понятно на месте, да, где это можно будет ожидать. Также было бы круто, если бы по трассе марафона в определенных местах можно было встать и с плакатами выйти, и поддержать наших бегунов. Как это делают международные марафоны, да. Ну, когда смотришь по телевизору, там когда лучники бегут. Да, мы даже хотим организовать конкурс в соцсетях за креативную лучшую зону болельщиков по трассе. Потому что это очень ценно и классно. Это такой адреналин, еще больше поддерживающий участника бежать дальше в свою дистанцию. И поэтому было бы классно. Ну, а технически это можно все организовать. Конечно. То есть если люди захотят, болельщики... Спуститься к трассе, да, и просто... То есть на любом моменте маршрута, кроме мостов. Кроме мостов. Да, на мостах, конечно, нельзя, да. Вот там, например, на Русском острове где-то, может быть, встать по пути следования марафона за трассой. Снимают, быстрее. Да, скинуть кричалки, плакаты. Было бы очень классно. Прям хочется воспитать эту культуру болельщиков, потому что действительно к нам приезжает очень много участников. Ну, из 47 регионов Российской Федерации. И представляете, сколько гостей города сюда приедет. Понятно, что превалирующие у нас участники это Приморский край, Хабаровский край. Но все равно прилетает очень много из Центральной России, плюс участники из других стран. И встретить их очень тепло, поддержать, это будет вообще круто. Но вот участники из других регионов, вряд ли они летят со своими болельщиками? Или есть такие? Мне кажется, по-разному бывают, конечно. Кто-то в семье прилетает. Друзья, члены семьи. Они же прилетают не просто на марафон, как и ранее говорили. Они прилетают, это такой праздник выходные. То есть приехать, посмотреть на город Владивосток. Сентябрь у нас очень красиво. Вархатный сезон, да. Утром, конечно, будет прохладненько, но днем-то будет солнышко, будет красиво, море. И поэтому некоторые прилетают и семьями сюда поучаствовать. Красота. Кормить участников будете? Предусмотрены какие-то остановки, питание? Конечно же. Такая внегласная есть еще фраза, что бегу за еду. То есть все бегуны любят поесть. И, конечно же, будут, во-первых, пункты питания по маршруту. Каждые 2,5 километра это вода из-за тоники бананы. И помимо на финише, также по стартовому номеру мы будем кормить плов. То есть можно будет поесть и после. В общем, еды хватит всем участникам. А можно во время забега, ну, пить понятно, а подкрепляться тоже можно, да? Необходимо, конечно. Особенно те, кто бегут дальние расстояния, это 21,42 километра. Там вообще есть целая у спортсменов раскладка по километражам, когда они должны поесть. Это силы, потому что затратка нужно восполнять. Знаете еще, что интересно? Вот международный марафон – это такое глобальное мероприятие на самом деле, да? Вот насколько сложно все это организовать? И кто вам помогает в этом процессе? Ну, конечно, подготовка самого марафона начинается почти за год. То есть сначала мы назначаем дату, когда мы можем это провести. Потом уже начинаем уже регистрацию, открываем рекламную кампанию. Конечно, без поддержки нам было бы это сложно, невозможно практически. Всегда с нами наша группа компаний ДНС поддерживает нас. Правительство Приморского края, администрация города Владивостока, Министерство Приморского края физической культуры и спорта. И, конечно, в этом году очень большая поддержка от агентства по туризму Приморского края, туристический центр «Визит Приморье». Мы выиграли грант. Как раз-таки вы сегодня в подводке говорили в рамках федерального проекта повышения доступности туристических продуктов. То есть в этом году мы совместно делаем наше мероприятие. Это вообще очень большой праздник. То есть у нас будет марафон астральной площади, на набережной спортивной гавани будет мероприятие в рамках этого мероприятия. В общем, благодаря всем структурам, государственным структурам, нашим партнерам, коих у нас очень тоже много, это и группа компаний «Славда», которая подоставляет вводу марафонцам, и другие коммерческие компании, которые также помогают с призами для наших участников. Все это получилось. Но достаточно сложно организовать такое событие, потому что очень много аспектов различных для того, чтобы все это состоялось. Получается, вы сейчас только пробежите, и почти сразу надо начинать подготовку к будущему году, к 2024 году, да? Да, в принципе, да. То есть мы проводим мероприятия, потом мы садимся по итогам проведенного мероприятия, понимаем, какие были допущены, возможно, ошибки, какие моменты нужно учесть, что было классного в мероприятии. И, конечно, да, начинаем планировать следующий год. Это же будет седьмой марафон. Седьмой. Да, но вы видите какую-то разницу или какой-то рост по сравнению, например, с первым? Или там со вторым, не знаю, с предыдущими? Конечно. Во-первых, это количество участников, которое растет, и расширение географии, и не просто расширение географии, а, скажем так, количественное увеличение людей с каждого региона. То есть там больше с каждого региона начать. То есть они как бы как... И сарафанное радио, я думаю, работает, и рекламная компания наша работает. И, в принципе, город Сладилосток очень красивый, приезжают его посмотреть. Ну, если в первом марафоне бежало 1700 человек, понятно, что в 2019 году у нас было максимальное количество, это 4000 человек, потом случился ковид. И вот в этом году мы поставили лимит 3500 участников, мы уже догоняем 2019 год. Надеюсь, в этом году мы его догоним. Конечно, это и наша команда выросла, наша команда с первого марафона работает. Мы все как бы набрались опыта, естественно, да. То есть организовали... Ну, очень большой оргкомитет. А сколько человек вот оргкомитет? Оркомитет? Да. Ну, основной оргкомитет человек, ну, 20, наверное. А, всего 20? 20, да, это основной. То есть вот такое небольшое количество людей, вот это все могло... 20 человек именно менеджеры, да. Понятно, что в день марафона работает около 500 человек. Это и волонтеры, и партнеры, и сотрудники. И сотрудники, да. И сотрудники, да. И сотрудники БДД, военная полиция. Ну, это да. Я имею в виду, что вот вся вот эта организация, потому что там миллион нюансов, и, по сути, 20 человек делает, да. А вот смотрите, может, у вас есть информация. Есть такие спортсмены, участники, которые все семь марафонов бежат. Конечно, конечно, есть, да. Я вот буквально позавчера общалась с одним из участников. Все-таки у нас... Вообще наш беговой клуб, он живет круглогично, да, и проводит каждую субботу тренировки, подготовки, опять-таки, к марафону. Вот, и периодически мы со всеми участниками общаемся. И вот есть коллекционеры, коллекционеры, которые бегут каждый раз, каждый раз испытывают новые эмоции. То есть это невозможно... Да, невозможно это передать. Это никогда не надоест. Это действительно те эмоции, которые ты получаешь, и живешь с ними просто всю жизнь. А смотрите, а погода всегда как бы благоволит к вам? Или бывали марафоны, когда там дождь хлистал? Было, конечно, по-разному, да. Были у нас... 18-й год. С ливня началось? Снег начался? С ливня началось. Ливень, да. Ливень, был сильный ливень утром. Ну и в целом, по-моему, в том году у нас тоже... Нет, нет, почему же? Ну, потому как бег, он, возможно, в любую погоду, только если уж совсем какие-то будут МЧС говорить, что нельзя выходить на улицу, только тогда будут переносы. Вот, а так... На самом деле бегуну чем хуже, тем лучше. Почему? Мне наоборот круче в дождик бежать, потому что не так жарко, да, там... Эмоции. Ярче эмоции. Трудно, больно, адреналин, да. И ты запоминаешь, действительно, намного дольше, чем когда... Потом рассказывают все, вот мы бежали там во Владивостоке. А в 21-м году наоборот, на финише застал всех дождь. То есть у нас было солнышко, все было хорошо, а потом часов в 11-м года начался дождь, ливень. Такой прям сборозоид. У нас там были активности на площади, все равно все остались проводить свои конкурсы, получать свои призы. Ну, в общем, конечно, люди бегут уже, это те люди, которые заряженные такие, да. А что говорить про... Понятно, что мотивация участников – это большое, классное, красивое событие, долгожданная медаль, но еще, конечно, это призовой фонд. То есть у нас... Вот об этом сейчас поподробнее. Общий призовой фонд – 1 миллион рублей, то есть он делится на 18 абсолютных победителей, то есть 6 категорий в каждой дистанции. И, конечно, очень классные, крутые подарки от наших прекрасных партнеров. В этом году именно только как раз-таки очень крутые подарки получают наши марафонцы, 42 километра дистанции. Первое, второе, третье место – это смартфоны Samsung Galaxy, новые флагманы. То есть это очень... Последняя модель, да? Да, а остальные дистанции получают не менее крутые подарки от наших партнеров, таких как Ямогучие, Спортмаркет на Заре. У нас в кадре появились какие-то красивые вещи. Насколько я понимаю, здесь присутствуют, ну, во-первых, медали и пакет участника, да? Да, стартовый пакет участника получает абсолютно каждый зарегистрированный участник марафона. Все три с половиной тысячи. Да, все три с половиной тысячи получает свой персональный стартовый набор. Что же в него входит? Это персональный такой рюкзак, в который можно все как раз-таки потом удобно сложить и использовать после. Футболка в этом году очень красивая. Красивая цветовая гамма, небесная. Да, футболка участника. Также у нас в этом году бежит очень большая команда из 150 человек. Это команда верт-класса, геометрия фитнеса, и поэтому у них свои вот такие футболы. А, они будут в красных? Да, они будут в красных, да. Это наш спортивный партнер. Вот, и, конечно же, каждому абсолютному участнику медаль финишора. Они все у нас разные, с подписанными дистанциями, да, 21 километр, 42. Медаль финишора. Что за металл? Золото. За олимпийское золото. За олимпийское, да. Очень проработали в этом году, как раз-таки, такой дизайн. Красивая, да. Такая матная. Она такая весомая. Да, очень тяжелая, потому что, действительно, пробежать 42 километра, это тяжело. Да, даже неважно. И 5 километров тоже для кого-то очень тяжело. И вот все получают свою такую заветную медаль со своей прописанной дистанцией, как на ленточке, так и на медали. Здорово. То есть каждый участник получит, да? Да. Также можно будет на финише сделать гравировку персональную с именем, с фамилией, с временем. У вас там ювелиры свои будут, что ли? Да, гравировщики. И самое интересное из новшества, это эстафета, про которую мы проговорили, где 42 километра можно пробежать командой, и все получат вот такие, как раз-таки, тоже командные медали. Все членов команды. Да, которые сложатся в одну единую, и получится вот такая большая медаль. Очень интересно. А кто дизайн прорабатывал? Это все мы? Вы сами, да? Конечно, у нас команда, да, у нас свой дизайнер, и, соответственно, конечно. Всегда рождается какая-то идея, да, вот Александра Юрьевна придумала идею закатов, рассветов, и, мне кажется, дизайнер хорошо это дело все изобразил. А где закаты и рассветы отражены? А вот свет, видите, градиент. Нет, это утро на закате, небо. Наши красивые закаты сейчас, осенние, как раз-таки. Да. Знаете, переходы на небе. Да, красиво. Начинается там закат, рассвет, там розовенькая, голубенькая, светленькая. И там же цифры еще какие-то, 23, а, ну, 20-23. 20-23 год, да. Также еще будет персональный номер участника, да, с которым он будет бежать с персональным чипом хронометража, который тут же при пересечении старта и финиша будет... Вот со дня на день ждем наши номера участников из Москвы. Будет считывать результат, который будет фиксироваться на платформе. И бафы еще будут. Вот такого цвета будет баф коралловый. Что такое баф? Баф это повязка такая бандана, очень универсальная. Можно носить как на голове, так и на шее, как и на запястье. То есть это очень универсальная вещь. Просто она у нас еще немного в пути. Как раз таки мы не успели ее захватить сегодня с собой в студию. И абсолютно каждому участнику будет вручено термоодеяло фольгированное, потому что утром будет прохладненько, можно будет обернуться в термоодеяло. Мы пару лет назад тоже у нас такие термоодеяло входили в стартовые пакеты. В общем, чтобы было тепло. То есть это потом все остается? Да, конечно. Конечно. И еще будет очень много плюшек от партнеров. От скидок до вложений. Ой, надо наследить. И еще будет различная сувенирная продукция тоже в производстве у нас будет продаваться, разыгрываться на конкурсах. Там и дождевики у нас будут очень красивого небесного цвета и ручки. То есть можно приходить еще в конкурсах участвовать, да? Хорошо. Девушки, спасибо большое. Александрина, Оля, было очень интересно. Мне, честно говоря, я ни разу не участвовала в марафонах. Ну, по-моему, надо уже готовиться. Приходить на площадь. Да, и хочется такой набор даже получить. Спасибо. Да, готовьтесь. В следующем году будем вас ждать 5 километров. Я думаю, это будет очень интересно. Да, вполне по силам. Спасибо вам. Это была программа «Время говорить». Сегодня мы рассказали о 7-м международном Владивостокском марафоне «Мосты Владивостока». Он пройдет уже в эту субботу, 30 сентября. А в гостях у нас были директор бегового клуба «Ран ДНС Ран», спортивный директор 7-го международного Владивостокского марафона Ольга Гаева и генеральный продюсер 7-го международного Владивостокского марафона Александрина Кучина. В студии работала Ирина Шилина. Увидимся на 8-м. Редактор субтитров А.Семкин